Всем привет! И это опять самые интересные новости технологий за последнюю неделю. Сегодня в выпуске нормальный Android смартфон за 28 баксов, 8K TV с частотой 265 Гц, беззеркалка для съемки 8K видео, компакт-диски с емкостью 500 ТБ, реальные тесты Core i9-12900K и очередные зашквары от Apple. А также много других интересных новостей на этой неделе. Поехали! TCL представила первый в мире телевизор 8K с частотой обновления 265 Гц и размером на 75 дюймов. Сейчас-то на самом деле купить 4K монитор с частотой более 120 Гц очень проблематично, а тут 8K на 265 Гц. Нереально! Какой кабель сможет работать в таком раскладе? Или это только частота воспроизводимого контента на ТВ? И где вообще взять такой контент, чтобы была отрисовка в 8K, да еще и с частотой 265 Гц? В общем, вопросов много к этому ТВ. Toyota представила свой первый электрокар BZ4X. Хоть это и Toyota, производить электрокары будет Lexus. Благодаря аккумуляторам емкостью 71 кВт-час, запас хода у Toyota BZ4X составит 450 км. Солнечные батареи на крыше будут обеспечивать работу электронных устройств машины и немного заряжать АКБ в солнечную погоду. Toyota обещает минимальную деградацию аккумуляторов за 10 лет или 250 тысяч километров. Потеря будет всего 10% от емкости батареи. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 150 кВт. Таким образом, аккумулятор можно будет зарядить на 80% всего за полчаса. BZX будет доступна в вариантах с передним или полным приводным. Первый оснащен двигателю мощностью 201 л.с. 150 кВт и способен развивать скорость 100 км в час за 8-4 секунды. Второй имеет два двигателя в сумме на 215 л.с. по 80 кВт. Машина будет разгоняться до 100 км в час за 7,7 секунд. Руль будет полностью электронный, без связи с колесами. Физические кнопки для управления климатом останутся. У машин будет два монитора, так как и у большинства современных машин. Предзаказы стартуют через 10 дней. Ну что ж, посмотрим в этом варианте качество Toyota. Ну а Volkswagen представил электрокар ED5. По дизайну ED5 очень похож на своего брата ID4, но немного короче и с другими бамперами, дверями и крышей. Появятся три версии авто. Pro и Pro Performance с одним электродвигателем на задней оси. А также наиболее продвинутый вариант ED5 GTX с парой электродвигателей на передней и задних осях. Суммарная мощность двигателей в последнем случае составит 300 л.с. Время разгона до 100 км в час 6,2 секунды. А запас хода 480 км. Версия ED5 Pro Performance будет оснащаться двигателем мощностью 204 л.с. и временем разгона до 100 км в 8,4 секунды. Версия Pro получит 170 сильный агрегат и время разгона 10 секунд. Обе Pro-версии получат батареи, которые обеспечат запас хода примерно в 520 км. Ну и подъехала пачка скоростных NVMe накопителей арт разных производителей. Team Group представила T-Force Cordeo A440 Pro со скоростью до 7400 мбит в секунду и емкостью до 4 терабайт. Срок жизни от 700 до 3000 циклов полной перезаписи. Вот цены. Kingston тоже представил накопители Fury Renegade со скоростью до 7300 мбит в секунду и объемом до 4 терабайт. Контролер Fizon E18 и флеш-память 3D TLC NAND. Циклов перезаписи тут больше. На 1 гигабайт можно суммарно записать 1 терабайт информации до полного уничтожения SSD. Значит, у 4 терабайтника циклов будет на 5 патабайт. Теперь убить SSD циклами практически невозможно. Адата выпустила SSD попроще со скоростью чтения до 5000 мбит в секунду и объемом до 1 терабайта. Модели Legend 740, Legend 750 и Legend 840. Последний имеет интерфейс PCI-Express 4.4X и стандарт NVMe 1.4. Максимальная скорость будет только у топовой модели, а остальные обычные середнячки NVMe. 5 лет гарантии и цена в 2 раза ниже, чем у Team Group. О циклах перезаписи и контролерах молчок, что у меня, конечно же, вызывает сомнения. Nikon 9. Беззеркалка с поддержкой записи видео в формате 8К и матрицей на 46 Мп. Все это будет работать на сверхшустром чипе XP7. Система автоматической фокусировки включает 493 точки, 4.5 из которых поддерживает автоматический выбор зоны AF. А10 режимов зоны AF позволят оптимизировать настройку для любых задач. Передовая система обнаружения с ИИ и машинным обучением одновременно определяет до 9 разных типов объектов. В оснащение входит 3,2-дюймовый дисплей с изменяемым положением. Реализована поддержка сенсорного управления. Есть электронный видоискатель со 100% охватом кадра. Присутствует адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрены интерфейсы USB 3.2, Gen1 и HDMI. Матрица имеет демпфер для перевозки. Осталось сравнить эту камеру с Sony A1. Если вам нужны оригинальные ключи на Windows 10 и 11 Pro с недорогой ценой, откройте ссылку в описании этого видео. Теперь можно активировать Windows в пару кликов и навсегда забыть о любых проблемах с активацией. Ключи вечные, работают в любых странах и на любых языках. Узнать подробную информацию можно, если открыть полное описание. Если есть сомнения, можете проверить более тысячи отзывов в комментариях. Ну а у Apple очередные зашквары. Оказалось, что салфетка для протирки дисплеев Apple за 2000 рублей, доставка которой может происходить аж 3 месяца, под микроскопом по структуре не отличается от обычной материи микрофибры. Исследование проведено на сайте iFixit. И если отличий нет, зачем платить больше? Хотя по итогам голосования в сообществе, 8% владельцев яблочек готовы покупать дорогущие тряпки, которые ничем не отличаются от обычных. Ну, в общем, такая ситуация. Это просто фанаты. На новых MacBook Pro большая часть приложений не поддерживает частоту отображения в 120 Гц. Из-за этого новый дисплей MiniLED работает в холостую. В ближайшее время ситуация не будет исправлена, так как Apple не дала какой-либо информации разработчикам о том, как исправить эту ситуацию. Все продолжает работать на 60 Гц. И еще. Новая macOS Monterrey убивает старые Mac и MacBook, превращая их в кирпичи. Таких сообщений очень много на Reddit и Twitch. Тайна черного экрана постигла и Apple. Ну и за несколько дней выходят уже первые реальные тесты Core i9-12900K без подтасовок с патчами на Windows 11. При нормальных условиях, нормальном рабочем энергии потреблении, новичок оказался не лучше годичного AMD Ryzen 9 5950X. Но это только мое личное мнение. Остальные тесты смотрите сами в интернете. Но я не думаю, что этот процессор в реальном использовании лучше, чем 5950X от AMD. В однопотоке, конечно, он немного обгоняет конкурента от AMD. А вот в многопотоке, что сейчас используется чаще на компьютерах, он даже отстает в некоторых тестах по Cinebench R20 и Cinebench R23. Вот такие вот показатели процесса. Всего 28 баксов просят за нормальный Android смартфон Geo Phone Next с поддержкой 4G, процессором Qualcomm, накопителем на 32 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти. Экран на 5,5 дюйма с разрешением 1440 на 720 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 215, графика Adreno 308, камеры на 13,8 мегапикселей и батарея на 3500 мАч. Отличный аппарат для звонков и серфинга интернета. Конечно, разработать все будет медленно, зато цена всего 28 баксов. В Сан-Франциско запущено первое полностью беспилотное такси в США. Автомобили будут двигаться сами на 100% без какого-либо вмешательства человека. Но пока такси будут ездить только ночью, чтобы отточить навыки ИИ, которым управляет авто. Тесла разрешила использовать свои суперчарджеры для зарядки других электрокаров. Начнется все это с Нидерландов. Чтобы использовать зарядку, нужно установить предложение Тесла на свой смартфон, и там появится функция «Зарядить свой электрокар не Тесла». Печальная новость. Теперь на суперчарджеры, скорее всего, появится очередь. С увеличением электрокаров проблема будет усугубляться. Штурвал в Тесла можно заменить на обычный руль от тройки. Это сделал и доказал энтузиаст Райан Хюбер, который убрал неудобный штурвал на своей Тесла Model S и поставил вместо него обычный руль от Тесла Model 3. Как это все работает, вы видите сами. В этом месяце выходят в продажу HDD-диски Western Digital с технологией Optinant на 20 ТБ. Особенностью этих дисков станет использование флеш-накопителя iNant UFC для повышения производительности и надежности диска. 20 ТБ это, конечно, круто, но почему-то этот диск напоминает не гибридные диски, которые утратили свою актуальность из-за SSD. Windows 11 набирает обороты. После выхода прошел только месяц, а Windows 11 уже занимает более 5% среди дискотопных ОС в мире. Это довольно-таки быстро и даже обгоняет семерку в момент запуска. Но, как я и говорил, 11 лично мне не зашла. А какое у вас мнение? Давайте даже проведем голосование на вкладке «Сообщество» и узнаем, если бы ваш компьютер полностью поддерживал Windows 11, вы бы установили ее на своем компьютере? Ну а британцы разработали способ записи информации на стекло с помощью света, которое значительно превышает плотность записи на Blu-ray диске. Так, на пластину 2,5 квадратных сантиметра удалось записать 6 ГБ данных, что позволяет записывать на диске обычного формата до 500 ТБ данных. Правда, есть одно «но». Скорость записи всего 225 КБ в секунду. Вот над этим и дальше будут работать ученые. А стеклянные диски могли бы реально пригодиться, тем более с таким объемом. На них можно сохранить какую-то свою личную библиотеку. В России зафиксирован рост мошеннических звонков от псевдосиловиков. Согласно анонимизированным жалобам пользователей мобильного приложения «Касперский Воколз», в России осенью 2021 года по сравнению с январем-февралем в 10 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД, полиции и Следственного комитета. Запомните, силовики очень редко звонят сами на личный телефон. Это происходит только, когда вы сами лично дали номер. Официальное общение всегда проходит по почте. Это были самые интересные новости IT за последнюю неделю. А мы с вами, скорее всего, увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok